Слушай, ну ни в какой не хотят знакомиться с материалами дела. Я им тут уже две расписки написал. Они говорят, ни одна из них это не подходит, не устраивает их. Ну, значит, они это чуют, что дело-то прегрешное. Бздят. Бздят еще, как бздят. Здравствуйте. Здравствуйте. Я бы хотел ознакомиться с материалами дела. Заявление напишите в сфере. Уже давно написано, вот повторно то, что зарегистрировал. То, что подал, повторно. Контроляр и зарегистрировал. Нам не передавали. Как только будет передавано... Подождите, сегодня с утра пришел статус с ГАЗ-правосудия, что первичное кадатайство приобрело статус зарегистрировано. Ну, ожидайте, мы вас пригласим на... Когда пригласите? Когда судья резолюцию поставит. Дело не готово? Почему не готово? А что с ним не так? Мы же вас пригласим, все нормально. Ну, приглашайте, а тут? Сейчас будем ждать, я ее приглашу. Добро, благодарю. Ждайте. Расскажите, пожалуйста, а вы когда подавали заявление? И каким образом? Через ГАЗ-правосудие? Конечно, ГАЗ-правосудие. ГАЗ-правосудие? Может, вам номер нужен? 109-й подавали? А что такое 109-й? Я не знаю, что у вас стоящий. Просто нам еще не донесли. Если вы его подавали, я могу сейчас в ней спуститься, чтобы вас ознакомить сразу, если вам удобно. Так я же вам показал копию, стоит шемпель, что вы принятие. Можете... То есть вы оригинал оставляли еще там? Конечно, два экземпляра. Нет, так можете копию снять вот с этого и все, что вам бегать туда-сюда. Нет, мне нужно со штампиком. Буду благодарен. Антон Николаевич, в сумке лежит в виде паспорта. Это ваше определение? Оно почки также не отправлено. А еще не видел. То есть списка получения. Чего получения? Ответление. Так, а у Елшина как имя, отчество? Николая Александровича. Николая Александровича. Он же недавно, да, назначен? Да. 23 марта, что ли? Где-то так. Ну вот, а уже действует вот код закона. Ну да. Кабинет не указан. Подписи нет. Ну, хоть склеивать, хоть как-то начали. Не обращали внимания? На печати с Ругутского суда нету. Ни ИНН, ни УГРН. Суд нигде не зарегистрирован. На унии не платят. Обращайте внимание. Жизнь пригодится. Не только в суде. А это же определение есть в этом материале дела? Угу. Ну а смысл тогда за него расписываться? Я не вижу смысла его это, за него расписываться. Давайте я с материалами дела ознакомлюсь, а потом приму решение вот в этом вопросе. У вас тут свет где-то включается? Потому что темно так, ну, что-то что-то. Что расписка? Расписка о предупреждении. А при чем-то 294-я статья УК РФ? Вы не можете пояснить? Запорчу дело. Предусмотрена уголовная ответственность. При ознакомлении? Да. Напишите вот здесь вот это. Вот тут смотрите, написано. Предупрежден. Кем предупрежден? Фамилия, имя, отчество? Я не буду менять расписку. Это общеустановленная расписка. Я не имею права. Общеустановленная? Да. А форма где? Форма нет. Форма номер какая? Она составлена в соответствии с инструкцией. С какой инструкцией? Где написано, что составлено в соответствии с инструкцией? Какого дела произойдут? С какой инструкцией? Эта расписка не предусмотрена ни одной нормой права. Докажите, покажите, сошлитесь. Что за инструкция? Давайте. Покажите. Здесь на месте. Конституция, статья 24, пункт 2. Ознакомьте. С документами, касающимися права, ограничивающими права и свободы. Антон Николаевич. Обращайтесь ко мне по имени Антон. Я могу вам выдать дело только при условии заполнения данной расписки. Чем это обусловлено? А я вам еще раз повторяю, в соответствии с инструкцией. Какой инструкцией? Какой инструкцией? Ознакомьте меня с инструкцией. Вы можете самостоятельно ознакомиться, зайти на сцену. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете подняться в приемный председатель. Еще раз, как имя, отчество? Николай Александрович? Николай Александрович. На месте? Николай Александрович? Да, но я не могу вас ко мне предусить. Не надо, я хочу сам пройти к ней. Вы можете подняться в приемный председатель, если у вас есть какие-то вопросы. Ну, а Николай Александрович, может как-то ситуацию пояснить? На переемах граждан вы можете обратиться в приемный председатель. Письменный отказ, будьте добры, я вам подал два письменных адатайства на ознакомление с материалами дела. Письменный отказ дайте мне, пожалуйста. Какой отказ? Письменный отказ в ознакомлении с материалами дела. Вы нарушаете мои права на защиту и на ознакомление с материалами дела. Мы вам не отказываем в ознакомлении. Тогда ознакомливайте, давайте сюда. Дело кладите, пожалуйста. Только в случае получения данной расписки. Где это сказано? Это ваше личное мнение? Нет. Сошлись на норму права. Я вам еще раз повторяю, все, что сейчас происходит, это в соответствии с инструкцией отдела производства. Инструкция отдела производства не выше Конституции и Гражданского процессуального кодекса, они выше. И все, что противоречит Гражданскому процессуальному кодексу, федеральному закону, федеральному конституционному закону, является ничтожным и не применяется. Поэтому у вас сейчас, я усматриваю признаки и правонарушения, и преступления, то само управство. Вы вообще с чего это взяли? Вы никаких доказательств не можете привести, никаких доводов, инструкцию не показываете. Вы можете пополнить, спасибо, инструкция отдела производства, она в свободном доступе находится. В интернете посмотрите. Как вас зовут? Алёна. Алёна, вы понимаете, что происходит? Нарушается моё право на ознакомление с материалами дела. Она не нарушается. Нарушается? Вы можете написать расписку, и я вас ознакомлю с делом. Расписку о чём? О том, что я предупреждён об уголовной ответственности, запорчу гражданского дела? Да я не собираюсь его портить. Я могу вообще к нему не прикасаться. Вы только при мне его листайте, пожалуйста, а я буду на видео снимать. Я могу вас ознакомить только в случае получения данной расписки. Это почему так? Потому что так предусмотрено. Инструкция? Да. Ознакомьтесь. Открывайте, она в общем доступе работает. Это всё слова. Вот теперь то же самое. Пожалуйста, на бумаге напишите. Вот здесь вот. Я такая-то такая, фамилия, имя, отчество. Беру на себя ответственность и сообщаю вам, что я не имею права или ознакомлю вас с материалами дела. Только в случае дачи вам такой-то расписки, которая предусмотрена такой-то инструкцией. К сожалению, я не могу ничего вам написать, потому что... То есть у вас всё на словах решается? Я вам ещё раз повторяю. Я действую в соответствии с инструкцией. Покажите. Ознакомьтесь, она в общем доступе работает. Вы действуете в соответствии с инструкцией, а я действую в соответствии с федеральным законом. Что выше? Я понимаю, что вы говорите, что федеральный закон выше, но в федеральный закон действует также инструкция, составленная в соответствии с федеральным законом. И я не могу нарушить инструкцию, поэтому вам необходимо... В федеральном законе не сказано ни слова о расписке при ознакомлении с материалом дела. Ни слова. Это ваша выдумка вот сейчас. Серьёзно. Откройте статью ГПК. Я не помню статью какую, но у меня написано в этом, в ходатайстве повторном. 35-й, 162-й, 131-й, по-моему. К сожалению, я не могу вас ознакомить, если не будет данной расписки. Вы не держите его так, а то вы испортите сами. Не зажимайте, положите на стол за тебя и себя, и всё, и никто его не тронет. А то вы зажимаете, оно скоро испортится. Я вам ещё раз повторяю, я не могу вас ознакомить без данной расписки. Что такое? Вы ей дверь закрываете? А что, он стесняется? Он за женщину прячется или что? Он за женщину не прячется. Николай Александрович, будьте добры, выйдите, пожалуйста. Определённый порядок. Вы сейчас нарушаете его. Какой порядок? Я ничего не нарушал. Порядок нахождения граждан в суде. Если у вас есть какие-то... А что, порядком запрещено действия, которые я только что совершал? Ну, это в рамках. Что в рамках? Вы считаете, что это в рамках? Что я сделал такого, чем я нарушил этот порядок? Я вам ещё раз повторяю, если у вас есть какие-то жалобы по отношению к нашей работе, вы можете обратиться к председателю, записаться к нему на приём. Ясно. Ясно. Благодарствую. Я расписку забираю и вот это вот получается тоже, да? Если вы забираете, вы должны написать, если вы, что вы получили. Николай Александрович вышел, да? Через свою дверь. Если вам интересно, зайдите на YouTube канал Сургутнадзор и посмотрите, чем я занимаюсь, кто я. Хорошо. Я дружусь безоплатно во всё ваше благо и помогаю всем. И инвалидам, и детям, и взрослым. Хорошо. Если у вас есть совесть, я думаю, вы осознаете, что тут происходит. Благодарствую. Никаких противоправных действий я не собираюсь предпринимать и туда больше не пойду. Благодарствую. Всего хорошего. Да, неужели все такие? Я думаю, хоть этот новенький пришёл, это нормальный будет. И этот действует в обход закон. А вы, я не понимаю, я бы на вашем месте ни часа бы не проработал. Вот серьёзно. Ушёл бы и всё. Благодарствую. Чё-то кто-то выходил же, да? Николай Александрович, не ознакомили? Почему? А? Сказали, подписывай расписку об уголовной ответственности. Здесь 94-я статья. Пойдём наружу ждать на улицу. Акса, этот протокол составлять? А вас как зовут? Турыгин. Дмитрий? Дмитрий, подскажите, а это нормально вообще, когда отказываются ознакомиться с материалами дела? Ну а как защищаться, если отказывают ознакомиться вообще? Значит, что-то делаете так. Серьёзно? Ну, мне предлагают подписать расписку об уголовной ответственности за порчу этого дела. Ну, такая расписка не предусмотрена ни одним законом, ни одной нормой. Не вам что. М? Не вам что. Ну, мне интересно, вам как, нормально служиться? Да. В таких условиях? Нормально? Да. Ничего, совесть не мучает. Странно. Меня бы мучило и очень сильно. Алло, Антон Николаевич? А кто это? Сургутский городской суд беспокоит помощник судью Ёлшину по поводу вашего ходатайства. Можете слушать? Представьте полностью. Тюленева Алена Владиславовна, помощник судью Ёлшина. Фамилию ещё раз как? Тюленева Алена Владиславовна. Я вас услышал. Отлично. А почему у вас информация на сайте суда до сих пор не размещена? Какая информация? По поводу, кто сидит в 402 кабинете? Там пусто? Все вопросы, касающиеся технического характера, вы можете задать приёмный председатель суда. Угу. Отлично. Так, слушаю вас. Я по поводу вашего повторного ходатайства. Вам предоставлен доступ в электронном правосудии. Касаемо копии материалов дела, которые вы просили направить, это не предусмотрено Гражданским процессуальным кодексом и инструкцией по судебному делу производства. Поэтому вы можете подойти, ознакомиться с материалами дела. Ну вы ошибаетесь, я вам там написал. Пункт 4.2 можете направлять по почте, и многим направляют. Я вам ещё раз повторяю, в полном объёме мы не можем направлять дело, снимать копии. Если вы хотите ознакомиться, вы подходите и снимаете за свой телефон. У вас это официальная телефонограмма, или вы просто так поболтать позвонили? Я вам официально звоню и вас приглашаю. Вы можете подойти сегодня в 17.15, либо завтра в 17.15, ознакомиться с материалами дела. То есть вы официально отказываетесь и по почте в письменном виде отправлять, и через ГАЗ правосудия в отценированном. Вы можете ознакомиться с материалами дела, я вам ещё раз повторяю. В вашем хататости написана резолюция судьи. Через расписку или без? Через расписку. Всё осуществляется только через расписку. А чем расписка? В которой вы предупреждаетесь об уголовной ответственности. За что? За порчу дело. Так меня никто не предупреждал? Всё написано в этой расписке. Да там даже номер дела не указан. Что там написано-то? Антон Николаевич, я вам ещё раз повторяю. Приглашаю вас на ознакомление в 17.15. Сегодня, 27 апреля, либо завтра, 28 апреля. Да я у вас уже был, и что, у вас эта расписка ничем не предусмотрена. Сошлитесь на норму права. Я вам ещё раз повторяю. Эта расписка, она согласована в соответствии с инструкцией отдела производства. Я вам уже об этом говорила. Сошлитесь на номер пункта, сообщите. Инструкция находится в общем доступе. Вы можете сами с ней ознакомиться и найти номер. Как она называется, где её найти, номер, кем утверждена? Я вам не собираюсь давать консультации. Да смотри, я не знаю. А как мне найти эту инструкцию? Какой пункт-то ходит? Как называется? Инструкция о судебном делопроизводстве в районном суде. Города Сургут? Нет. Она общая на все суды Российской Федерации. А кем утверждена? Николай Александрович, Антон Николаевич, вы можете сами посмотреть всё. Это всё находится в общем доступе. Вы меня с чёрной монтой не посадите. Слободники суда не имеют права давать юридических консультаций. Если вам больше нечего сказать, то... Нет, у меня есть что сказать. Номер пункта назовите. Я что, всю инструкцию должен перечисать? Антон Николаевич, вы сами можете со всем ознакомиться? Я вам говорил и повторяю ещё раз. Не надо называть меня... Вы что, там трубку хотите бросить? Нет. Вы не называйте меня Антон Николаевич. Я вам говорил, обращайтесь ко мне по имени. Называйте меня по имени Антон. Антон Николаевич, я к вам обращаюсь так, как указано в вашем паспорте. По-другому я не могу... А вы что, видели мой паспорт, что ли? Антон Николаевич. Вы видели мой паспорт или что? Откуда вы знаете, что там написано? Антон Николаевич. Какой Антон Николаевич? Нет, Антон Николаевич... Если у вас ещё есть какие-то вопросы, вы задавайте. Если нет, то, к сожалению, мне нужно дальше работать. Вы меня переговорили. И я не могу с вами сейчас разговаривать. Вы пояснить не можете, забалтывайте только через расписку. И сейчас ещё, наверное, трубку бросите, да? Антон Николаевич, у вас есть ещё вопросы? Я не могу с вами так обращаться. Как-то не можете. Можете. Я же могу вас по имени-отчеству называть. Вот и я вас по имени-отчеству тоже называю. А я не хочу, чтобы меня по имени-отчеству какому-то назвали. У вас больше нет вопросов? Нет, есть вопросы. Задавайте. Вы и дальше собираетесь действовать в обход закона? Я действую в соответствии с инструкцией. Номер инструкции назовите. Номер пункта инструкции. Инструкция находится в общем доступе. Вы можете сами... Да нет, я уже слышал. Нету там такого. Почему на самой расписке не написано, что в соответствии с инструкцией форма такая-то, утверждена тем-то? Нету на расписке этих слов. Расписка составлена в соответствии с инструкцией. с инструкцией о судебном деле производства. Это с ваших слов. Значит так, все эти заявления об ознакомлении с материалами дела были направлены в письменном виде. Так что ответ предоставьте в письменном виде в течение 24 часов. Не направите. Не направите. Я буду рассматривать это как факт мошенничества. Потому что Елшин давал клятву. Соблюдай законодательство. Это все? Благодарствую. До свидания. Здравствуйте. Здравствуйте. А ознакомиться с материалом дела можно? Мы же вас приглашали на письменном. А я-то когда приходил в пятницу? Мы вас приглашали не на пятницу. Какая разница? Потому что в работнике устанавливается время, мы не можем принимать любое упорное вам время. Серьезно? Я вам звонила. Так, и что делать? Я приглашала вас. Что я вам звонила? Сейчас скажу на хоро. Что я... В смысле на какое? Давайте сейчас ознакомьте. Я вас приглашала. Номер дела, скажите, пожалуйста. Дальше. На 27-е, на 28-е, на 16 часов, на 7-е, на 7-е. Я приглашала 27-е и 28-е. Какая разница? Я сейчас пришел, я сейчас могу. Расписку напишете? Какую расписку? Расписку об ознакомении с материалом дела. Вы давайте всю процедуру... Антон Николаевич, я вам еще раз повторяю. Я вас могу ознакомить только после того, когда вы... Я вам запрещаю называть меня Антон Николаевич. Я могу подпишать. Можно ваш паспорт? Тогда вообще никак не обращайтесь. Паспорт ваш можно? А зачем? А как его доставили? Дело вот этого, которое у вас в руках? Да? Антон Николаевич, можно ваш паспорт? Я же вам запретил. Я вам запрещаю ко мне так обращаться. Антон Николаевич. Что такое? Какой паспорт? Ваш паспорт. Вы поднимите, пожалуйста. На уех, где он уже установил его? Есть профессиональный билет. 8-1-2-4. Только паспорт? Да, мы все уже будем. Я сюда по военнику прошу. Паспорт. А? Паспорт прошу. Вот военный билет. Без оборота на меня. А паспорт, Паш, где? Вы приставов тоже прошли? Без паспорта? Я всегда сюда прохожу. Вот военный билет. Могу быстрее журналистов показывать. Старая фотография, я не могу определить, что это. Серьезно? Да. Я вам сейчас новое покажу. Паспорт это еще старее. Фотография. Паспорт. Понимаете? Уже зрение журналиста. Уже зрение комитета. Серьезный билет. Паспорт. Паспорт. Вам какая разница? Где мой паспорт? Вот все документы. Я вам могу еще 21, 21 штуку, как я вот Сбербанк носил, я вам могу 21 документ принести. Паспорт, Паш, Маш. Вы с делом будете знакомиться? Я вас ознакомлю после того, как вы напишите расписку. Давайте. О предупреждении. О предупреждении под вашу ответственность. Потому что она не предусмотрена ничем. Она предусмотрена не только в отделе производства. Серьезно? Да. А чем утверждена иструкция? Приказа подерновая института памяти. Не Кузнецова? Причем Кузнецова? Ну как при чем? Вот тут есть какой-то приказ Кузнецова. Не он? А 23 июня 2021 года. 27. Этот? Он в соответствии с инструкцией принят приказ. Ну. Ну вы согласно этому приказу действуете? Или согласно инструкции департамента судебного? Определен порядок у нас в суде. Кем определен? Ответствие судебного. Кем определен? Порядок определен с председателем. Вот. Вот его приказ. Инструкция делает производство. Вот его приказ. Внимательно читаем и открываем. Вот что тут написано. Вы говорите расписка, да? Вот она. Вот она. Соответствует образцу? Я не вижу сходства. Абсолютно. Ну вы сами свои приказы нарушаете. Вы вот сейчас, подсовывая мне вот эту расписку, нарушаете приказ Кузнецова. Понимаете? А ваши требования, получается, которые выходят за рамки вот этого приказа, подпадают? Антон Николаевич, могу сказать, что вы не пришли в указанное время. Я сейчас вам иду навстречу ознакомиться. Вот я вам за это благодарствую. То, что вы, если вы напишите эту расписку... Только так вы ознакомите? Только по расписке. Я не могу нарушить инструкцию. Так в том-то и дело, что инструкцию вы уже нарушили. Понимаете? Подсовываю вот эту расписку. Потому что она не соответствует вот этому приказу. Не соответствует. Антон Николаевич, вот он лежит. Вот он, видите, вот в разных формах. Вот, в виде военного билета, просвьюзного билета. Антон Николаевич, вы не торопите. Из меня не торопите. Я не люблю, когда меня торопят. Так. Номер дела подскажите. 59, 56. Так и пишу, 59, 56. Давай, дефис, 59, 56, дробь, 20, 22. Написал? Написал. Можно? Давайте дело. Он не может. Вы неправильно ее оформили. Почему? Ну, потому что... Вы тоже ее неправильно оформили? Антон Николаевич. Ты что такое? Где вы, Антон Николаевич, увидели? Я вас не буду ознакомить. Почему? Потому что вы ее неправильно оформили. А что не так? Что не так? Ну, что не так конкретно? По паспорту нужно оформлять. А вы что пишете? Я же выученник, хозяйный, нет, Антон. Я же не являюсь паспортом. Вы перед собой кого видите? Вот кто перед вами? Наверное, Антон Николаевич. Серьезно? Да. А где это написано? Нам ничего написано? У меня на лбу такая надпись где-то идет. Написано, что я Антон Николаевич Булбек. Вы будете переписывать или нет? Я не понимаю, как нужно переписывать? Я с такой распиской вас однокомню. А что надо написать? Ну, что нужно написать? Антон Николаевич, вы тратите и на елки. Я не трачу, вы мне поясните. Вы пояснить не можете. Что нужно написать? Я, конечно, понимаю, что... Что вы понимаете? Нужно снимать и прочее. В смысле? Чего снимать? Антон Николаевич. Чего снимать? Техон положить. Дело положите. Дело я не положу. Почему? Потому что эта расписка, она не соответствует определенной форме. Какой форме? Которую пишите на... Вы абсолютно правы, она не соответствует приказу. То, что вы запомнили... Вот давайте вот такую расписку. И вы ее заполните нормально. А как нормально заполнять? Дайте образец. В действии с паспортом своим заполните? Каким паспортом? Я вам военный билет показал. Хорошо, по военному билету напишите. Ну, чего написать-то? Как написать-то надо? Как указано в вашем документах, удостоверяющих вашу личность, так и должны вы указывать. Я не понимаю, вы мне можете образец передоставить? Образец, как заполнить расписку? Да, да. У вас же должен быть образец. У вас предыдущие, кто заполнял, можно же его показать? Они заполняли так, как у них написано в паспорте. И в других документах... А я вот так раньше заполнял, и все нормально. Вот, смотрите, расписка дана, не помню, когда, 2021 мая, день 17-й. Год назад, вот, смотрите, живой мужчина, хозяин меня, Антон, все нормально. Ознакомились с материалом. Бурлузского устроила все. Вас что-то не устраивает. Это ваша прихоть или судить? Антоний Павлович. Да что такое? Ну, давайте, давайте вашу расписку. Как ее заполнять? Поясняйте мне. Что? Ну, а как? Вы же любите издеваться, давайте. Покажем во всей красе, как вы любите издеваться. Антон Николаевич, никто не издевает. Вы не называйте меня так, я вам запрещаю. В третий раз. Если вы меня не слышите, вы ко мне обращайтесь? Я могу к вам обращаться только так, чтобы в каждом документах удостоверяющих вашу личность. Серьезно? Те, которых вы мне предоставили, я денюю. Так я вам сейчас новый нарисую, что я живой мужчина, хозяин меня, Антон. Чего нет? Потому что. Чего потому что? Потому что можно просто головой махнуть и все? Антон Николаевич. Нет такого? Вон он лежит на столе. Вы с ним разговариваете? Ну ладно, разговаривайте. Вы тратите мое время. Вы тратите мое время. Где расписка? Дайте мне мое дело познакомиться. Вы будете ознакомлены, как только напишите о расписке. Давайте. Вы задерживаете. Не я вас. Ну, сейчас. Я не напишусь. Опять не соответствует форме? Удостоверяющая ваша личность. А как надо написать? По вашему военному билету напишите. Я не напишусь. Что так и писать? Военный билет. Номер такой-то, да? Да. Я военный билет, да? Писать? Так писать? Номер такой-то. Фамилия Булгаков. Имя Антон. В отчестве Николаевича. Да? Как девушку зовут? Напомните, пожалуйста. Алена. Алена. Я просто опасаюсь заполнять ее. Сейчас заполню как-то не так. Она скажет, что опять не так заполни. А что вы ей как писали? Она сказала, пиши, как в документе написал. Мне что писать? В соответствии с военным билетом. Ну, и что вы тут писать? Я, запятая, военный билет, номер такой-то, да? Булгаков Антон Николаевич. А там не так написано? В соответствии с военным билетом, номер такой-то, такой-то. Прошло ознакомить меня с материалами. Прям в соответствии с военным билетом? Ну, если вы заполняете по военным билетом, если вам так удобно, то нет. У вас какой-то вопрос? Да. Так писать? Вот вы сказали в соответствии с военным билетом, да? Вот смотрите, как вы пишете. Так и пишете. Фамилия. Вот смотрите, написано я, запятая, военный билет, да? Нет. Ниже. Я, фамилия? Да. Так и писать? Я, фамилия Булгаков? Нет, вы можете упустить фамилию слова и писать. Булгаков Антон Николаевич. Ага, то есть сразу, да? Да, да, конечно. А если имя, отчество, наоборот, напишу? Да, на ваше усмотрение. Серьезно? Так я вот на свое усмотрение заполнил вам. На ваше усмотрение? А кстати, дайте, пожалуйста, ту расписку. Ее же надо уничтожить, правильно? На память я оставлю. Поставляйте. Вам же не нужна. Вы же не примите все равно, правильно? Такой нет. Другие принимают, без проблем. Ну, я не могу, что я здесь искал. Да, да, вообще я так понял. Извините, конечно, ну вообще не за что не может это че. Че-то постоянно туда бегаете. Николай Александрович, я так понял, на месте, да? Николай Александрович, я так понял, что на месте. Ага. С ним можно поговорить? Но в суде не ведут прием граждан. Да? Да. А зачем вы к нему ходите тогда? Потому что я работник суда. Так, ну может он меня тоже чем-то проконсультирует? Почему он не соответствует форме расписка? Собственно, я в теоретических консультациях. Серьезно? Серьезно. О-о-о. Ну, при этом вы мне указываете, как заполнять расписку. Антон Николаевич, давайте вы заполняете расписку. Если заполняете, я вас ознакомлю. Так, че писать? Если я напишу, вот, я, запятая, Антон Николаевич Булгаков. Да, пишу это. Так? Да. Отлично. Че там, два тире... Это неправильно, пишите форму. Почему? Почему пишите, не предупрежден? Так, меня же никто не предупредил. Вы предупреждаетесь о головной ответственности. А кем предупреждаете? Порча. В случае порчи – дело. А кем предупреждать? Вот я вам только что сказала. Вы? Может, вы ознакомиться с 294 статей? Так ознакомиться или... Так вы обязаны разъяснить ее? Я вам разъяснила о том, что в случае порчи – дело, будете привлечены к ответственности. Нет, не разъяснили. А что такое порча? Антон Николаевич, если у вас есть какие-то вопросы касаемо правильное положение законодательства, вы можете обратиться к юристу. Суд не дает юридических консультаций. Знаете, почему вас так строго построили в этом плане? Я вам вот показываю. Вот, смотрите, год назад все нормально, все устраивало. У меня много таких примеров. Многие люди так делают. Вас специально вот так строят, чтобы вы меня не знакомили с материалом делом? Потому что у меня очень выигрышная позиция. Антон Николаевич, я вообще не против того, чтобы на камере расписку в соответствии с формой заполните. Так, давайте мне расписку в соответствии с формой. Вот же форма, смотрите. Форма совсем другая, она по-другому выглядит. Вот она. Совсем другая форма. Ну? Где расписка соответствующей формы? Нет, Николаевич. Да нет такой. Что вы постоянно с ним разговариваете? Что там, какой номер? 59, 56, 2, 50, 59, 56, 20, 22, да? Да, все верно. Ну вот. Не зачеркните. Какое не? Это, которое вы написали. Я вам разъяснила, что соответствующая 10-94 статья Уголовного кодекса в случае... Здравствуйте. А вы это кто? Я помощник судей Тюленева Алёны Лиславовны. Ага. Вот здесь можете написать? Я помощник судей Тюленева Алёны Лиславовны. Смотрю на форму. Ну тогда... Что вы от меня-то хотите? Не понимаю. Николаевич. Вы от меня что хотите? Вы меня не предупреждали об уголовной ответственности. Я не разъяснили. Николаевич, я вам предупреждала об уголовной ответственности. Если у вас какие-то вопросы возникли, вы можете обратиться к юристам. То есть он дает юридические консультации. Вообще эта расписка берется с тех должностных листов, которые собираются забрать у вас дело. Тут так и написано. Передачи. Мы вам передаем дело для одноправления. Не надо его передавать. Вы его сюда положите, я его полистаю. И вы его заберете. Николаевич. Я его не буду брать. Я вам поясняю. Это... Эти все процедуры сделаны для прокуроров, для следователей, которые приходят и расписку пишут. Антон Николаевич, вы напишите расписку. Вам что трудно обращаться ко мне по имени? Я к вам запрещаюсь так, указано в документах. В документах указано Булгаков Антон Николаевич. Вы что-то не так обращаетесь. Хорошо, Булгаков Антон Николаевич. Сюнка, хочешь, смотри, что это? Угу. 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 Ну, устрои. Я не понимаю, что вы опасаетесь. Я раз с ним сейчас знакомился с материалом Гелла, ни разу ни одного листочка не повредил. Сейчас. Угу. Дверь закрыл. Стесняется. Я не могу вас знакомиться с такой распиской. Почему? Потому что она не соответствует. Чему? Антон Николаевич, я у вас уже не... Чему не соответствует? Ну, вы мне сказали, вот, написать. Антон Николаевич, Булгаков. Я написал. Чего еще нужно? Что? Она не соответствует форме. Вы испортили расписку. Как испортил? Чего испортил? Что? Что? Вас предупредили об уголовной ответственности. И даже на вашем пике будет слышно о том, что я вам сообщил, что в соответствии с 11.4 Уголовного кодекса вы будете привлечены к ответственности в случае порчи дела. Вы пишите. Либо вы заполняете расписку, либо я приглашаю приставов. Давайте я заполню расписку. Так я же при вас заполнил. Вы же сказали, как заполнить. Вы ее неправильно оформили. А как правильно? Дайте образец. Я вам уже сказала. И вы прекрасно знаете, как правильно оформили. Нет, не знаю. Вот я вам показываю. Я вот так заполнялся, все нормально было. Если у вас есть какие-то вопросы. Есть. Обращайтесь с определенным председателем. Они вам произвесли. Дайте, пожалуйста, вот эту расписку. У вас по этой расписке не ознакомь. Дайте, пожалуйста. Я сейчас пойду к председателю и будем выяснять, какой образец должен быть. То есть вы отказываетесь, да, знакомься, смотря вам дело? Я вас правильно понимаю? Я напомню, как только вы заполните. Я вам две расписки заполнил. Две. Вам мало? А как только правильно заполните, так сразу я... Давайте образец как правильно. Антон Николаевич, от цели в общем доступе находятся. Дайте образец. Где? Где в общем доступе? Да, в объединении. Где? В каком месте находится? Где находится образец? Так это вы тратите. Где находится? Вы сказали, в общем доступе. Где именно? На каком сайте? Вы изменяете форму расписки. А? Вы, что она, форму расписки изменяете. Можете... Я изменяю. Так вы сами изменили. Вот, смотрите. Вообще несоответствие идет. Что здесь, а что здесь. Вам можно, мне нельзя, что ли? Или как? Вы можете пройти в приемную председателя, задать все ваши интересующие вопросы. Кому? Председателя? В часы приема председателя. А Николай Александрович? Судьи не ведут приема граждан. Так вас же ведут. Вам же оказывают консультацию. Вы же ходите сюда консультироваться. Я работаю сюда. Что-то вы не похожи на работника сюда. Это все? Чего все? Вы меня с материалами дела будете знакомить? Как только напишите расписку. Я написал вам две расписки. Это неправильно? Что неправильно? Вы неправильно ее заполнили? Неправильно заполнил. Подскажите, что неправильно? Вы испортили ее. Каким образом? Я могу написать ваше фамилию общества, что вы однокомлены. Да, номер дела и дата. Имя, отчество, фамилия есть тут? Есть. Дата указана? Дальше вы что написали? Дата указана? Вы пишете, что вы не... Что не? Что вы не предупреждены. Ну, это на самом деле в соответствии действительности не предупрежден. Александр Николаевич, давайте вы, если хотите, записывайтесь на прием к председателю, задаете там вопросы. Вам скажут, соответствует ваша расписка установленной формы или не соответствует. Можете прямо с этой распиской прийти. Если прием к председателю. Дайте мне еще одну вот эту расписку, пожалуйста. Пустую. Вам достаточно это. Я уже и так вот вам две расписки дала. Вам бумаги жалко? Да. Я просто хочу приседателю, прям при приседателю заполнить. Он мне будет подсказывать. Дайте, пожалуйста, расписку. Третий бланк. Не дадите? Прям с этой дикой. И что? Он мне ксерокопки сделает. Наталья Николаевич. Вы вообще, вы издеваетесь над людьми. Прямым, натуральным образом. Вы что думаете, это просто так, что ли, пройдет? Творец-то все видит. Хорошо. Что хорошо? Вы согласны? С чем? Что творец все видит? Наталья Николаевич, если вы сейчас не пройдете или не напишите расписку, я буду вынуждена вызвать переставр. Давайте расписку новую. Хорошо. Последний расписок. Заблажим. Давайте, говорите, что не так. Вот что не так вот здесь? Чтобы я третий раз заполнил нормально. Пишите, вы уже в мире младшество так же, как указано у удостоверяющих личность документов. Вот это устроит, Антон Николаевич Булгак? Да. Устроит? Да. Так, дальше что? Дальше подпись ваша, номер дела и дата. А вот это я пишу, что никто, это свои комментарии. Что, нельзя писать? Ясно. Ничего у нас никогда не будет в этой стране работать нормально, пока вот такие, как вы, исполняют свои, в кавычках, должностные обязанности. Вы сейчас радуетесь, да? Так, я сейчас сделаю паузу, подумать. Но вы не отчаивайтесь, я сейчас приду. Ладно, значит, можно видоизменять форму расписки, а мне нельзя, да? Так получается? Какое-то одностороннее равноправие. Вам не кажется? Там сколько по размерам страниц? Сто где-то, да? Это же недолго, там минут десять ознакомиться. Вы меня не бойтесь, я ни на кого никогда не кидался. А то вы так опешили, что как будто вас кто-то укусить хочет. Не хотят ни в какую. Слушай, ну ни в какую не хотят знакомиться. Мы тренировали дело, я им тут уже две расписки написал. Они говорят, ни одна из них это не подходит, не устраивает их. Ну, значит, они это чуют, что дело-то проигрышное. Бздят. Бздят еще, как бздят. Так, ну пойдем попробуем с приседателем поговорить. А к приседателю сюда можно брать? Нету. Нету? Нет. А когда он будет? Сопрос? А? Какой вопрос? По поводу ознакомления с материалами дела. Здрасте. Здрасте. А что вы хотите нахватить писать? В третий раз отказывают ознакомиться с материалами дела. А кто отказывает? Секретарь, помощник суди, Алена, не помню фамилию. Елшин. Елшин. А что говорят? Говорят, надо расписку написать. Уже две расписки написал, говорят, не так. Спрашивают, как надо. Говорят, это не так и все. А как, не поясняют. Расписка не соответствует форме, утвержденной приседателем суда. Можете как-то посодействовать? Я уточнил состав, они сказали, что вы некорректно заполнили расписку, поэтому его не могут дать на ознакомление. Так я у них спрашиваю, как корректно, они ничего не пояснить не могут. Сейчас уточним, что у меня именно. Ну, покажите, что у вас. Расписка вообще законодательства не предусмотрена. Что-то какое-то это, самоупрасно. Я никогда никаких дел не портил и не собираюсь портить. Просто препятствует и все. Я могу вообще не прикасаться к делу, пускай за меня полистают и все. А вы можете взять дело и пролистать? Да. Чтобы я заснял просто. Если заполните расписку, то они вас ознакомят. Да я с удовольствием, вот же я две уже заполнил. Как еще нужно заполнить? Вы там написали, что вы не предупреждаете? Потому что на самом деле никто не предупреждает. И так далее. Ну, единственное, что я могу... Ну, мне вы сказали, что вы некорректно распределили. Поэтому вас не могут ознакомить. Единственное, что я могу предложить, это записаться на прием. Кому? Геннадию Анатольевичу. Он у нас выходит 11-го, давайте мне его значить, что это на 12-й. Это долго? Он что, в отпуске? А кто за него сейчас? Он сейчас исполняющий обязанности Соболевского-Ингали Юрьева. А она на месте? Да, но там надо уточнить, когда она будет вести прием. В смысле прием? Ну, если она сейчас на месте, я подойду, поговорю. Что, тут две минуты, вопрос. У меня уже введите прием. У нее же процесс расписан, все. А у вас что, тоже есть прием, что ли? Я же к вам просто зашел пообщаться. Ну, да. Вам тоже надо записываться? Я так не знаю, что ли еще. Вы можете сами подвести прием на них. Смотрите, давайте это зашел. Просто в пустом месте нарушает право на защиту и на доступ к правой суде. И зачинем эти ладо все по совести. Это дошел на 3-й? Да, да. Так я понимаю, там до 2-х лет лишения свободы. Я вот оставлю им расписку, они возьмут ее, что-нибудь испортят и потом будут предъявлять. Так она меня сейчас чуть-чуть уже под уголовку не подвела. Она говорит, я вам дала расписку, вы отказываетесь ее заполнять уже третий раз, вы препятствуете правосудию. Я говорю, чего? О, к какому правосудию? Расписка ничем не предусмотрена, вот это вот. Ты же понимаешь, что делать? У председателя сижу в приемной и пытаюсь записаться к нему на прием. И он, я так понял, в отпуске будет через неделю. Сейчас я попробую к суде попасть, который его замещает. Ну, что я тебе могу сказать? Слишком сильная позиция у нас. Мы уже разобрались во всем этом. Вот боятся суд проиграть. Вот и все. А у Соболевской какой кабинет? Угу, добро. Благодарствую. До свидания. Председатель в отпуске. Будет через неделю. Никто ничем помочь не может. Соболевская, 517-й. Пойдем. И тут закрылись. Ну, это им уже позвонили. То есть, это, я предполагаю, уже внутренняя народная связь с работой. Сели, закрылись. Ну, тут не только прокуратура. Чего так улыбаются, ходят все. Так, почему я предполагаю, что там нет никакого судебного процесса? Потому что вот тут вот табличка, она пустая. Должна быть заполнена. Судя по звукам, которые оттуда издаются, нет там никакого заседания. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok